всем привет с вами саня и добро пожаловать на мой канал сегодня у нас очень необычное видео потому что я буду шить костюмы на всю команду костюмы twice с концерта которые я создавала для нашего выступления в корее и сейчас у меня заказали точно такие же костюмы но в других расцветках всего будет три цвета голубой фиолетовый и розовый за основу этих костюмов я взяла корсетный атлас потому что он очень плотный цвета очень красивые и я думаю выйдет отлично еще мне понадобятся шифоны этих же цветов фиолетовый розовый и голубой и сеточка на перчатке я обожаю создавать костюмы с концертов айдолов потому что они невероятно красивые детализированные и это всегда очень интересно еще я просто обожаю именно эти костюмы twice потому что они очень милые и красивые как феечки я была очень рада когда мы их выбрали для выступления и сейчас я буду создавать все костюмы на всю команду поэтому очень рада самый сложный на мой взгляд сейчас будет костюм это для momo потому что как я уже сказала я выбрала основным материалом корсетный атлас и я не знаю подойдет ли эта ткань под комбинезон я надеюсь что да потому что я смотрела у twice были выступления в подобных костюмах и там как раз таки комбинезон был из атласа поэтому я думаю это возможно но я намучаюсь также для этих костюмов мне нужно заказать стразы цепи и это я все буду уже показывать в процессе создания костюмов ну а мы начинаем я вырезала все детали из атласа сейчас я буду все соединять а потом уже вырезать детали из шифона украшать добавлять юбки и разные элементы да я немного заболела но это не важно на раскройку всех девяти костюмов у меня ушло достаточно большое количество времени но теперь приступаем к пошиву я их буду делать по очереди и по цветам я начну с розовым и первый розовый костюм у меня будет это костюм да хен его сделать мне кажется будет сложнее всего из всех розовых костюмчиков в розовом цвете у меня будет да хен сана и на йон и из этих трех да хен самое сложное потому что мне нужно сделать ткань со складочками на топе выглядит вроде как легко но и в то же время сложно потому что я пока точно не знаю как это сделать красивее сначала я со сборю ткань на каждой детали переда на каждой детали зада потом соединю соединю с рукавом и все он будет готов все топы я думаю сделать в виде корсета и только на юбочках будут молнии еще у каждого костюма есть вот такие рюшечки я их все обрабатываю на оверлоке я забыла как называется этот шов рулевый шов вспомнила и потом отглаживаю утюгом чтобы они получились красивыми и ровными такие штучки я уже делала и для костюма сами и на костюмы smart они мне очень нравится и теперь я умею делать очень круто быстро и без шаблона потому что раньше я использовала шаблон но сейчас я умею чертить сразу на ткани чтобы было удобнее и быстрее и можно сразу делать несколько рюшечек потому что раньше я накладывала в один слой ткань обрисовываю каждую и вырезала сейчас же я складываю несколько слоев ткани нарисовываю один шаблон и по нему сразу по ткани вырезаю вырезаю поэтому приступаю костюму дахен все костюмы я буду украшать в самом конце чтобы было быстрее и вышло примерно одинаково по украшениям сначала я подготавливаю все костюмчики для примерки чтобы понять все ли подходит поэтому здесь я молнию не стала вшивать края тоже не подшивала только на юбочке я сделала молнию еще я думаю что я хочу укоротить юбочку но без примерки не буду то чтобы она была еще покороче тоже мне кажется она длинновато она была вот примерно вот такая я долго смотрела на эту юбку дахен я не заметила что там пояс намного шире то есть у меня она вышла вот так вот юбка выглядит вот так вот ну как бы разница большая поэтому я решила отпороть этот пояс и сделать новый пояс потому что ну не очень красиво вышло и тогда я смогу подрезать как раз немножко ярусы чтобы они не выглядели такими длинными сейчас они выглядят намного длиннее и я сравню ярусы по вот этому второму то есть я подрежу самый нижний и 2 чтобы они были немножечко покороче и вот такая теперь у меня толстая кокетка вышла следующий костюм у меня будет костюм саны его надеюсь не будет сделать проще потому что я его уже шила для себя и шил его за несколько часов до съемки если вы вспомните этот влог поэтому надеюсь я на него много времени потрачу для каждого костюма помимо вот таких закругленных рюш я еще нарезала обычные полосочки их я сшиваю между собой обрабатывают тоже на верлоке ролевым швом присбариваю и пришиваю где надо на платье саны это будет только сверху все остальные рюши появляются за счет юбок поэтому приступаю теперь к платью саны еще мне понадобится вот такая лента для косточек точно такую же я использую себя на платье я ее буду именно использовать как-то на или под косточки поэтому не сначала отгладить чтобы она была ровная то сейчас выглядит вот так и вот точно такую же но тонкую я буду использовать на лямочке я купила такие ленты для всех лямочек украшения на шее потому что это намного удобнее чем обычные ленты потому что они тянутся и как мне показалось в процессе носки что такие лямки намного комфортнее потому что когда ты двигаешься они не сковывают движение вот это прям плюс для обработки спинки я буду использовать вот такую резиночку вот ее накручиваю на нижнюю бобину и начинаю шить а а а а а я уже поделала платье саны она выглядит пока вот так не хватает только цветочков но цветочки сделаю чуть позже я уже повесила брошку и потом уже буду украшать стразиками поэтому вот так вот пока это все выглядит следующий костюм которым я приступаю это костюм наем потому что он тоже розовый он состоит из топа и юбки топ я сделаю как корсет еще на этот топ я добавлю вот такие петелечки для прозрачных лямочек потому что эти топы без лямочек не кажется носить просто будет нереально то есть там в оригинале даже видно что у нее есть лямочки прозрачные помимо вот этой основной лямочки и как лямочки я буду тоже использовать вот такую бархатную ленту и еще один элементик это повязка на ее руке но про нее я расскажу позже когда буду делать потому что она делается как резинка для головы а сверху просто пришивается бантик я думаю это будет интересно вам посмотреть может быть кто-то даже захочет повторить именно резинку на голову или сделать такие браслетики сделал только верхний шов а я сейчас буду пришивать петельки чтобы петельки держались сначала мне надо пришить ее к верху вот у меня петелька в разложенном виде я сначала делаю шовчик вот тут сверху потом сгибаю петельку и прошиваю снизу вот так вот выглядит топ и юбочкой мне кажется она тоже длинноватая либо из то что я в последнее время шила только супер короткий костюм мне теперь кажется такие юбки очень длинными хочется вот так прям ее подрезать чтобы она была вот такой длины чтобы сделать резинку нам понадобится кусочек ткани резинка я складываю этот кусочек ткани вот так вот пополам прошиваю теперь складываю швом к себе складываю внутрь и загибаю вот таким образом и начинаю прошивать внешний край через это оставшееся отверстие я выворачиваю резинку наружу внутрь я вставляю резинку и пришиваю сверху бантик все вот такая резиночка на руку у меня получилась следующий костюм который я буду делать это костюм сиюй здесь будет вот такое платьишко вверх платье будет в виде корсета то есть он будет затягиваться они просто юбочка на молнии также у меня здесь много таких отрезков ткани для бантиков для завязочек и для всего вот такого что там есть еще такие же завязочки будут как ямочки то есть все посмотрите здесь у него такие вот ямочки на вот этой передней детали я пришла вот такую ленту для шнуровки все вот эти ленты я обрабатываю сейчас на оверлоке ролевым швом как и все предыдущие ленты и потом начну собирать бантики такие бантики я уже делала когда шила наши костюмы на one spark они мне вышли вот такими и сейчас мне надо будет все то же самое повторить и сделать но из голубой ткани прошиваю тоннели для косточек вставляю косточки вставляю люверсы обметываю нижний край и на этот край мы будем пришивать как раз таки юбочку в юбочку я вставляю молнию и все мне не очень понравилась вот такая шнуровка то есть я вот так зашнуровала сейчас она очень часто поэтому я думаю вот эти петельки поотрезать между чтобы петельки были немножко реже еще у ци юи тоже есть ожерелье поэтому есть вот такая лента и из нее я тоже делаю чокер я пришила бантики один бантик у меня прямо на лямочке второй у основания лямочки шнуровочка здесь вот запах следующий костюм это костюм мины здесь тоже будет корсетное платье юбка на молнии и вверх платье это полноценный корсет здесь у меня достаточно много разных деталей одна из них это вот такая юбка которую я буду пришивать корсету для резинок на руках мне понадобится вот такая толстая резинка эту резинка буду делать еще так же как резинку для наем здесь будет ничего сложного все то же самое что я делала до этого следующий это костюм же все здесь будет отдельной юбкой отдельно корсет самое сложное будет сделать и это корсет потому что там очень много шнуровки и корсет состоит из двух деталей я купила вот такое кружево здесь тоже вот такие петельки также отрежу петельки которые между чтобы петельки шли ну что это чтобы петельки шли через одну и шнуровка не была такая частая и вот на это место я тоже пришью ленту то есть это будет выглядеть вот таким образом просто что-то пошло вообще все не так здесь я попыталась сделать шнуровку то есть у меня вот такая шнуровка должна быть здесь 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 просто полностью по кругу и самое главное шнуровка сзади но тут будет не ленточка а шнур который я вставляю обычно в корсеты но из-за того что я обрезала все эти петельки те которые я оставила они просто отваливаются единственное что я придумала это вот так заклеить каждую петельку сейчас это выглядит конечно не очень но когда высыхает этого вот вообще не заметно в принципе эти петельки не должны оторваться потому что они выполняют именно только декоративную функцию а вот эти уже именно функция держать корсет поэтому мне надо будет как-то придумать это переделать вот так вот выглядят перчаточки с бантиками гибко выглядит вот так вот здесь у них наслоение сзади немножко длинный вот такой шлейф я приступаю к фиолетовым костюмам и первый у меня идет костюм чайон потому что я его уже делала здесь очень много разных деталей из шифона вот такая юбка она у меня идет со шлейфом то есть спереди она вот покороче а сзади и подлиннее и еще мне понадобится сетка для перчаток как я сделала для джихи вот так вот это сейчас выглядит там еще добавится стразики и я думаю здесь добавить тоже рюшечек следующий костюм это костюм чуньон спереди я еще добавлю отдельную деталь я это покажу чуть позже ну а юбочка у меня точно такая же как у джихио и чайон то есть здесь юбка со шлейфом и на нее я пришиваю вот такую же круговую рюшечку это тоже будет такое корсетное платье на переднюю часть то есть у меня тут боковой шов не зашитый я сейчас буду прикреплять кусочек ткани длина вот этого кусочка это будет вот эта вся длина топа и пришиваю в боковой шов примерно вот где-то вот на таком расстоянии то есть начиная под грудью самая интересная часть этого платья это еще вот такие рукавички я их сделала из обычного прямоугольника внутрь я вставляю вот такую резинку и потом пришиваю к топу то есть оно все тянется и не будет сковывать во время танца так вот это выглядит возможно я немножко подрежу рукава сейчас ну и последнее это костюмомо это комбинезон он у меня двухслойный то есть шифон и атлас точно так же как у чонен просто в оригинале там идет сверху сетка но чтобы он не выходил из стиля всех костюмов я использовала просто шифон его я потому крашу стразинками и думаю что будет очень красиво самая сложная здесь часть это сетка на талии когда я делала костюм нам на ланс парк у меня не очень красиво получилось сразу говорю что это не лучше было решение возможно использовать там фатин возможно именно с шифоном получится лучше и еще я хочу предложить потом девочкам добавить элементы из шифона такие же вот рюшечки потому что как по мне просто комбинезон это слишком головато я бы добавила сюда еще рюшечки возможно вот где-то сбоку какой-нибудь такой цветочек это я вам покажу немножко позже у комбинезона у меня сейчас получилось три детали вот такая сеточка вот такой топ и шортики сейчас я это все вместе соединю примерка прошла хорошо мне останется только исправить некоторые костюмчики где-то подправить немножко длину как я говорила что хочется немножко покороче сделать где-то мне наоборот надо немножечко добавить длины переделать лямочки это я все буду показать по порядку и первый костюм который я буду доделать это костюм чион в нем мне нужно будет только пришить рюшечки на перчатки я показывала девочку спрашивала нравится ли им вот такие рюшечки или лучше сделать из этой ткани и мы остановились на вот таких рюшах поэтому мы их будем делать из шифона я это пришлю чуть позже а все остальное в платье понравилось ничего исправлять не нужно следующий костюм у меня это костюм чунён здесь мне нужно спереди добавить тоннели для косточек меня попросили добавить именно вот так вот наисказ тоннели для косточек я не знаю сделаю два или четыре сейчас я одену на манекен посмотрю как это будет смотреться в принципе у чайон у меня два тоннеля для косточек у Момо их много и я думаю что не будет слишком выделяться если я сделаю два или четыре еще меня попросили укоротить юбку и сделать юбку точно такую же двухслойную, как у Саны, чтобы юбка была не такой прозрачной. То есть мы уберем вот эти полностью все рюшечки и сделаем просто двухслойную юбку. Вот. Еще мне надо будет немножко укоротить лямочки. И начнем украшать стразиками. Далее у нас идет костюмчик на Йон. Здесь мне надо будет только немножко укоротить юбочку. Здесь мы где-то пометили. И потом можно будет украшать. В платье с Саны мне надо немножко подрезать лямочки, потому что они очень длинные. Надо вот это подстроить вот сюда. Еще мне понадобится дополнительно бежевая ткань, чтобы сделать сточки, которые у нее находятся на лямочке. Такие же я делала себе. И на это платье мне их тоже нужно будет добавить. Ткань я нарезаю на полосочки, складываю их в складки, а потом вручную скручиваю в цветочек. И все. У меня будет три цветочка. Последний розовый костюм. Это костюм Дахен. Мне надо будет тут немножко снизу ушить рукав, чтобы он был немножечко поуже. И будем украшать. Еще попросили немножко укоротить юбку. Вот как я говорила, вот настолько получается. Поэтому я хотела укоротить юбочки, я их укорочу. На юбку я буду использовать вот такие стразы, которые устанавливаются с помощью специального пресса. И точно такие же стразы я использовала на наших костюмах One Spark. Это еще одна причина, почему я предложила именно эти стразы. Потому что я знаю, что они уже красиво будут смотреться. И вот такие стразовые ленты для украшения топа. Я специально заказала два вида страз. Одни немножечко тоньше, вторые покрупнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для этого костюма я сейчас сделала вот такой чокер со стразиками, как в оригинале. Вот. И вот такую аппликацию из стразиков, чтобы, ну, хоть чем-то было похоже на оригинальную аппликацию. Очень радостное чувство доделывать последний костюм. Последний остался самый сложный. Это комбинезон Momo. Потому что этот комбинезон из нетянущейся ткани. С ним мне пришлось немножечко помучиться. Но вроде у нас все вышло хорошо. Уже в конце этой недели у девочек будет съемка. Я постараюсь приехать, потому что мне очень интересно посмотреть. Я обычно всегда прошу пригласить меня на съемки, чтобы я посмотрела. Но не все мне пишут и не всегда зовут. Было поначалу очень обидно. Ну, сейчас уже как-то так. У меня, наверное, даже столько сейчас времени нет, чтобы ездить. А на эту съемку меня пригласили. Поэтому я обязательно хочу поехать. Правда, она очень рано. Утром. Это мне надо встать пораньше, чтобы еще доехать. Это очень тяжело. Я не люблю рано вставать. Но я думаю, что я доеду. Потому что мне интересно посмотреть. Может быть, я даже с ними запишу какой-нибудь короткий шоркс. Поэтому приступаем. Точнее, продолжаем работу над этим костюмом. И все костюмы будут готовы. Я вам покажу их все сразу. Потому что я вам еще не показывала. Вы видели только процесс. А вот после того, как я закончу этот, я покажу все костюмы. Осталось только финальное украшение стразами. Осталось только финальное украшение стразами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok